друзья всем привет казалось бы простые вещи как смыть унитаз или включить воду для жителя города или готового дома не вызывает никаких эмоций это обычное дело но вот когда строишь дом с нуля и по большей части своими руками звук смывающегося унитаза вызывает восторг наконец-то можно спокойно помыть руки и сходить в туалет а началось все в прошлом году еще до постройки дома была прокопана траншея на 18 метров глубиной и в нее заложены пнд трубы 1 25 для кабеля и 2 32 для воды 1 основная 2 резерв вообще с водой все примерно понятно у нас все просто колодец в колодце скважинный насос с поплавком и система автоматики с одним фильтром через сторонник установлен 3 метровый греющий кабель и в дальнейшем вокруг труб будет установлен короб из пеноплекса углубленный в грунт и доходящий до низа пола далее все идет на гребенку с которой можно управлять водораспределением в доме также от гребенки холодная вода идет на водонагреватель и с него уже горячая вода также идет на гребенку на каждый потребитель идет отдельная линия все идет пек с трубой и скрыто от глаз в стяжке пола если с водой мне было все понятно то с канализации не очень не хотелось капать кольца и делать несколько колодцев по классике так как он работает лет пять а потом крайний колодец который идет без дна и в которой через песок уходит вода со временем за иливается и песок уже не пропускают воду так как раньше поэтому постоянно приходится вызывать откачку было решено установить септик только какой непонятно все какие-то сложные кучи камер компрессоры насосы но наткнулся на интересный и простой вариант септик называется кзс дача 5 цифра означает для скольких пользователь он рассчитан в чем он отличается от других я расскажу чуть позже а сейчас расскажу как его устанавливали после того как я его заказал приехали ребята из компании кзс с которыми мы определили место установки и далее они приступили к работе это было еще в прошлом году где-то в ноябре пока один копал мы пошли сгружать емкость тяжелая но втроем можно с ним справиться пока мы разгружали и думали что и как человек экскаватор уже спрятался в яме ну ладно тогда можно нести емкость и ставить яму предварительно насыпав песка чтоб помягче было выставив все по уровню сразу заполняем его водой и параллельно засыпаем все тем же песком чтоб грунт давил поменьше после этого была установлена пнд труба для принудительного отвода воды а также установлена канализационная рыжая вводная труба по которой в общем то и поступают нечистоты далее ребята все подключили установили насосы и проверили так как дома не было сантехники и не было готовой сети канализации все это было законсервировано до следующего года и вот уже в июне я был готов подключению септика для начала отрыл трубу и принялся за работу для лучшего вхождения трубы в трубу использовал первую попавшуюся смазку им оказалось масса для пневмоинструмента но лучше конечно использовать силиконовую виде спрея пилил и делал фаски болгаркой рыжая труба в земле серые уже на улице после того как вывел трубу из грунта и закопал ее полез под дом и начал монтировать трубы все трубы из дома уже торчали надо было только к ним подключиться и задать правильный уклон к сожалению как вы видите кадры такой работы получились не очень так как камеру устанавливал на кепку и в стесненной обстановке слишком часто крутил головой и так увлекался процессом что иногда забывал про съемку но правдами и неправдами справился за полдня лазания под домом лень не было ехать за удлиненными шурупами для хомутов труб поэтому сделал вот такие закладные из досок и уже к ним крепился стандартными шурупами может не так красиво но зато надежно уклон выдерживал два сантиметра на метр сто десятый трубы поэтому на 10 метров трубы уклон составил примерно 20 сантиметров кстати прокладывал абсолютно все сто десятой трубой там где торчало 50 я устанавливал переходник с 50 на 110 и все так на мой взгляд она меньше будет забиваться и соответственно зимой не замерзнет хоть я конечно дополнительно купил утеплитель но почему-то решил поставить его после установки труб но и утеплитель не спасет от промерзания трубу если она будет полностью забита и вот сделав специальную розеточку для септика я его запустил он сразу зажурчал сейчас расскажу принцип работы этого септика он имеет четыре камеры в первую попадает все из дома затем немного отстаивается и попадает во вторую камеру далее еще немного отстаивается и попадает в третью в которой установлен насос для рециркуляции он поднимает воду вверх и она насыщается кислородом проходя через ершики вода насыщенной кислородом и бактериями попадает снова первую и вторую камеру где себя прекрасно чувствуют бактерии которые все это перерабатывают четвертую камеру попадает уже техническая вода которая выбрасывается насосом при наполнении вроде все просто посмотрим как будет в работе плюс такого септика в том что его можно спокойно оставлять без электричества если потребовалось куда-то уехать или если используете дом как дачу в общем-то он не зря так и называется кзс дачи друзья надеюсь понятно все рассказал если это так то ставьте лайки и если что-то непонятно или я где-то что-то не так сделал то тоже обязательно скажите мне об этом сам учусь не стоит рассматривать мои видео как инструкцию ведь все у всех индивидуально не забывайте подписываться на канал в ютубе джене и телеграме телеграме кстати стараюсь снимать что происходит здесь и сейчас всем спасибо за просмотр и до новых встреч